Приветствую вас, уважаемые зрители, у микрофона ЧСВ и сегодня мы понагибаем на ЗСУ-57-2, но я решил поднять градус, повысить сложность и покатать ее на рангах повыше. Всем приятного просмотра! Выйдет прямо на письках сеная сверху плата. Пытаюсь прострелить типа, который стоит в камешах и замечаю, что точка С взята и там стоят всякие ЛТшки. Сразу же Мардер откватывает дуплетом в борт от Каморника и АйКВшка тоже падает смертью храбрых. Зря палец Т-114, ибо я бы мог его не заметить. Изи, минус 3, который позволяет мне продвинуться дальше прямо к их респауну по плата. Здесь куча типов, забираем бульдожика первого, зазевавшегося Леопарда второго и третьим будет ДФ-105. Но знаете, что-то с живучестью этого танка не так. Видите, слишком уж он много танкует. И я бы здесь еще побольше нарезал, нашинковал врагов, но от самолетов эта зенитка не очень спасает, ибо она противотанковая. Тунис, занимаю воду и помогаю союзникам с ДФ-ом точки А. Пантера едет на парад, а бобные снаряды говорят, нет, ты не пройдешь моему Каморнику. И Пантера танкует бортом. Но лбом что-то не получается, вот он весь Вартандер. В борт ты не можешь пробить танк, а в лоб, пожалуйста, изи, прямо с зенитки. Проезжаю уже по центру, начинаю стукать по респауну, и вы можете подумать, ну кугля, ну это ж не противник тебе, что ты вообще ее вставляешь в нарезку? Ну, во-первых, хочу и вставляю, во-вторых, кугля это полноценный опасный противник для ЗСУ-57-2. Поопаснее всяких ОБТ на самом-то деле. Слева у респауна едет БМП, вот так вот мы ее стираем с карты, и время поджимать респаун. Благо вы у меня все умные и разумные знаете, что если ты доехал до респауна, то как бы его нужно поджимать. Ибо куда тебе деться, испариться что ли? Это их проблема, что они тебя пропустили по центру карты. Я ожидал, что снова ресница этот чел, и начинаю творить дичь. Вместо того, чтобы поставить его на каточек, не знаю, под башню залепить, я пытаюсь пробить комбашню. Даже вон меня замечает вражина-американец, браунингами выгоняет. Я надеюсь, что этот чел полезет наверх и борт подставит, но хер там плавал. Он замечает опять, я продолжаю стрелять в комбашню, почему бы не поставить его на каток? Нет, я упертый как баран. Так же как и этот Дмитрий, куда-то едет к этой вечеринке, присоединяется вертолет, и я наконец-то выбиваю хотя бы ствол. Ну и втискиваю свой обобный снаряд под башенку, куда пробивается 48-й. Здесь придется либо налево выезжать, либо за камешком вот этим прятаться. И я принимаю решение именно за камешком. Кстати, вот опять едет Димка уже на легком танке. А что, его жизнь ничему не учит? Ну, убили его отсюда буквально 15 секунд назад. Давай-ка я поеду снова бортом и не буду сюда нормально смотреть и чекать. Вот, снова убиваем Димасик. Правда, в этот раз уже на Волкер Бульдоги. А теперь серьезный момент, который показывает, насколько все плохо со стримером. Вот стоит ХМ-ка, да? Нет. Я вместо того, чтобы ее бросить, начинаю надеяться на то, что я как-то протисну обобный снаряд под башню. И что его выбили. Но его не выбили. И тут, по сути, работает только слабоумие и отвага на меня. Чудом ломаю при вертикальном и горизонтальном разбросе пушку. И все-таки я его сейчас, ребят, задрочу. Попадаю, куда хотел. Да, у этой зенитки вроде как автоматическая стрельба, но точность хромает. И закинуть вот так в реалиях обобных снарядов очень сложно. Мне вообще повезло, что он куда-то смотрел не туда. По звуку спереди танк. Ждем. Ждем борт. Вкусный бортик. Тут дуплетик. У меня есть каморников для тебя. Иксэмочек. Привет. Добро пожаловать в копилочку фрагов имени ЧСВ. Выезжает 72-ка. Мне очень нравится, как, кстати, вот эта советская зенитка ломает стволы. Что-то не так с ней, ибо ломать стволы она так не должна. Пушки помощнее не ломают. Разлетаются из-за объемной механики. А это вроде как берет и все это дело реализовывает. Очень везет, что Меркова косая. Я даже с разгона от пушки текаю. Мне нечего делать, ловить с Мерковой. Я ее не пробью в лоб. Опять знакомлю, ну так, профилактические 72-ку с каморниками. И буду отходить уже, ждать каких-то действий от этих типов. В лоб я с ними сделать ничего не могу. Видите, 72-ка приняла решение, что она камень. Вот она там, в принципе, и будет стоять. А вот слева кто-то объезжает. И похоже, это наша знакомая Меркова. Стоит ее, опять же, выждать в борт, в лоб. Я ее, повторюсь, не пробиваю с этих пушек. А вот в хиленький бортик без проблем. Вообще, смотрите, какие стали сейвовые противники. Никто не спешит, никто не едет. У них быстрая машина. А насрать. Мы будем еле-еле ехать. IQ300 написано. Но знаете, на заборе тоже много что написано. Поэтому макарона мы сварили и съели. Я что-то вот решил, что 72-ка на меня сейчас попрет. Но нет. Она как стояла, так и стоит. Я начинаю стрелять и каким-то чудом впихиваю под таким углом в борт еще свой снаряд. Да еще и с разрывом БК этой 72-ки. Ну и как десерт снова вот этого еврея с IQ300 мы съедаем. Ну а там меня, кстати, все-таки убьют. И вот бой на топ-тире. Снова пески синая. Какие-то типы на вот этой пустыне. Я начинаю настукивать на 2 километра. И вот че-то вот меня тянет левее. Вместо того, чтобы стрельнуть правее, пробить и ваншотнуть. Нет, я левее получаю даже плюху. Офигеваю. Потом понимаю, царь, ну ты же на топ-тире. Тут быстрые танки. Невероятно, да? Они могут даже так делать. Чудо монтажа. Ремонт происходит мгновенно. Сэпу надо помочь. Но пока Леклерк не отстреляется, я не могу этого сделать. Никакой безопасности не могу гарантировать. Вот он отстрелялся. И я выкатываю. Ломаю сразу же ствол. И надеюсь, что бомбный снаряд пролетит под башню. Он кидает дымы. Нужно ставить его на гусеницу быстрее. И ваншот в НЛД. Я даже не знал, что он туда пробивается. И мне очень везет сейчас с этим фрагом. Хотя, по идее, если бы я поставил его на гусеницу, может быть задрочил. Еду себе на приколе. Не вижу никого тут на меня. Два танка. Ломаю ствол. Убиваю визеля. И все, леопард волосатый. Теперь мохнатка твоя в моих руках. Ставим его на гусеницу. Он начинает сдавать. Подставляет хиленький борт. Какой-то подлаг. Задержка с разрывом танка. Но все-таки я получаю свой фраг. Там на фоне леопард. Вижу еще проезд за домами. И надо было на самом деле простреливать вот эти дома. Но я боюсь, что вот этот леопард слева, близко ко мне, меня заметит. И вот это моя ошибка. Видите, урон РПУшится. Этот леопард как не видел меня, так и не видит. А вот тот теперь обо мне в курсе. Но теперь мне еще и этого надо забрать. Конечно, я бы мог стоять, не двигаться. Но это не про нас, господа. Мы едем до конца. Даже подставляясь под противника. Не крысы ж мы какие-то. На зенитке, на боевой. Влетаем в бой. Уничтожаем леопардика, который поджимает немножко наш респ. И отлетаем от того, кто должен был сдохнуть буквально несколько секунд назад. Вот так вот у меня разрывается башня. И леопард 2.6 уничтожает меня. Но, а тут целый прям бой я решил вставить. Потому что он достаточно эффектный. Много фрагов. И боевой рейтинг 9.0. Вроде как, если не ошибаюсь. Вот оно. Секрет киберспортсмена. Ускорение как в GTA на ZS-57.2. По грунтовочке мы не едем. Едем по асфальту. Чтобы максимальную скорость набрать. Артиллерию. При файер арту кидаем на А. Мы понимаем, что там захватывать будет противника. Поэтому нужно кидать заранее. А не когда уже точка будет взята. Объезжаю всякие вот эти столбы. Чтоб мне не скинулась скорость. Держусь чуть-чуть правее стеллы. Ибо слева можно и отхватить. От врага на стабилизаторе и тепловизоре. И вот тут смотрим сразу же налево. Где стоит Визери. И надеется, что ему повезет. Нет, дядь, не повезет. Артиллерия забирает Чентавра. Какая редкость. Еще выезжает ЛТшка. Давай ей накидывать. Сломаю ствол. Не помогает антибумб. Умный демон. Типу. И я уничтожаю уже там 2 А. Ребят, наклеечка ЧСВ. Ссылочка в описании. Видите, какая сильная. На фоне проезжает итальянец. Не смотрит. А может и смотрит. Неважно, борт его не спасает. Теперь же будем продвигаться дальше. Застаиваться здесь. Зачем? Если мы вроде столько много типов-то сразу покрошили. Сейчас кто-то будет ехать слева. Не, никто не едет. А вот справа есть Пума. И тут чудеса Аима. Невероятный Аим. Хотя, мне кажется, она должна была и сдохнуть назад. Вот съезжаю. Опять не попадаю. Но все-таки автоматическая пушка мне помогает. Что тут можно делать? Можно поехать до Респы. Но, но враги-то уже резкнулись. И подъезжают, будут смотреть вот эту длину. Оно мне надо? Нет. Тем более слева-то двигатель. Как вкусно звучит. Жопкой отъезжаем от третьего лица. Заглядываем за угол. Кнопочка С. Нет, забывайте использовать этот легальный чит. И здесь стоит Мефисто. Вроде так называется Птуровозочка. Два залпа он получает. Четыре каморника потребовалось, чтобы ее уничтожить. Достаточно живучая хрень. И вроде как все получается. Спереди машина едет сюда. Я отъезжаю. Зачем атаковать в лоб, если у меня пробоя не всегда хватает? Это правильное решение. Ибо тут итальянец. Это не леопард. Да, на базе леопарда сделана машина. Но углы другие. Во лбу броня другая. Пробить будет сложно. Ждем, пока он отвернется. Терпение охотника, господа. Терпение охотника. Я очень ждал, что она стреляется. Но что-то он не хочет. Ну, ладно. Будем вот так по-грубому выезжать. Смотрю снова слева. Никто ли не проезжает. И это Меркова. Нет, тут ничего мне не словить. 9,3 похоже. Боевой рейтинг. Вроде как ее туда закинули. Все, спускаемся вниз. Я что спускаюсь вниз? Потому что был засвет на домашней точке. И если вы проедете на данном этапе по песку, скорее всего, вас враги не заметят. Что я и хочу сделать. Вот так широко справа найти угол для прострела за бункером этого гаврика, который просто под артой дымится. Пока есть такой типаж игроков. Они захватывают точку А. Начинают дымиться и там стоят. Это вообще мусор. Неиграбельная хрень. Ему бы куда-то, наверное, в поле уехать. Но он что-то решил, что под артой ему будет интереснее. С вертолетом. Вот тут я, если честно, обосрался. На мину наехал. Вот эти, кстати, хрени, да, деревянные. Там мины стоят. Они не наносят урона, но я думал, что это Птур. Выезжает у меня сейчас СУБТ итальянский. Начинаем обмениваться выстрелами. Он мне движок выбивает, а я ломаю ствол. Но такой себе обмен. Ему, по идее, меньше ремонтироваться, чем мне. У меня целых полминуты. Подсвечиваю себе для метки артиллерии. Но благо его забирают союзники. Чудо монтажа. Выезжает сразу два противника с респауна. И я убираю как 47-го, так и леопарда. Хотя и не с первого раза. Вот такая вот шинковочка на боевом рейтинге 9.3. Позволила нам, конечно, с какой-то стороны вражеская тима это сделать. Но с другой автоматическая пушка здесь реально зароляла. Ну и Птур, да. Который никак не задефать. Ничего с ним не сделать. Ребят, надеюсь, вам понравилось видео. Лайки прожимаем, подписку оформляем. Приходим еще. Все. Пока. Продолжение следует. Продолжение следует.